Днем 23 октября в Комсомольской площади Твери стянуты экипажи ДПС и полиции. Здесь с путепровода упал человек. Падение пришлось на проезжающий под путепроводом автомобиль УАЗ. Вот что говорит его водитель. Я двигался с центра в сторону Мржев, к себе домой. Приезжал по служебным делам, проезжая железнодорожный мост, на меня что-то упало на лобовое стекло. Я сразу затормозил, увидел человека, вызвал скорую, милицию. Как бы вот так вот получилось. Бригадой скорой помощи, получившей серьезные травмы, мужчина был доставлен в больницу. Какое-то время, говорят сотрудники полиции, он еще был жив. Но все же организм не сумел справиться с травмами. В больнице человек скончался. Как нам удалось выяснить, мужчина приехал в Тверь из Тургинова. Официальная версия следствия – суицид. В декабре ему должно было исполниться 73 года. Что стало причиной такого поступка, выясняет следствие. 27 октября Тверской областной суд приступит к слушанию дела Алексея Филиппова, Антона Сильченко, Дмитрия Грибанова, Вячеслава Стишенко. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в незаконном производстве наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах. А также в незаконном хранении и перевозке наркотических средств и психотропных веществ. Незаконная деятельность международной организованной преступной группы, причастная к производству и сбыту крупной партии наркотических средств и психотропных веществ, пресечена сотрудниками Федеральной службы безопасности. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий прекращена деятельность трех нарколабораторий с высокопроизводительным оборудованием стоимостью свыше трех миллионов рублей. На месте производства задержаны с поличным шесть активных участников ОПГ, из которых три гражданина России и три гражданина Украины. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство мифедрон и психотропное вещество амфетамин общей массой более пяти килограммов, а также, по предварительным оценкам, около 600 килограммов прекурсоров и химических реактивов для их производства стоимостью около 20 миллионов рублей. Установлено, что прекурсоры для нарколабораторий поставлялись из Украины. Сбыт наркотиков осуществлялся в пролетарском районе областного центра. Двоим злоумышленникам они не входят в число тех, в отношении которых Тверскому областному суду предстоит рассматривать дело. Удалось скрыться. Они объявлены в международный розыск. Еще две участницы группы заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Дела в отношении них направлены в Старицкий районный суд Тверской области. Субтитры создавал DimaTorzok